Что может быть приятнее аромата свежевыпеченного хлеба или булочек? Это запах домашнего уюта и тепла. И сегодня мы будем выпекать батон. Для его приготовления нам понадобится 300 грамм муки, 100 грамм кефира, 100 миллилитров воды теплой, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 10 грамм сливочного масла и 1 чайная ложка сухих дрожжей. Вначале растворим дрожжи в теплой воде. В миску отсыпем примерно 1 третью муки. Сюда всыпем соль, сахар, сливочное масло комнатной температуры. Добавим кефир. И вольем дрожжи. Все это нужно замесить до однородной массы. Должна получиться вот такая масса, как жидкая сметана. И сюда мы добавляем понемногу оставшуюся муку. Теперь нужно в миске вымесить это хорошенько. Когда мы вмешаем всю муку, нужно обязательно хорошенько вымесить руками. Должно получиться крутое тесто. Оно не должно липнуть к рукам и к миске. Теперь вымешиваем тесто на столе, пока оно не станет гладким и эластичным. Если оно у вас не липнет, не нужно посыпать стол мукой. Тесто должно быть мягеньким и приятным на ощупь. Тесто стало очень мягкое. Как вы видите, оно не липнет к столу. Теперь нужно положить его в миску. Укрыть полотенцем и поставить на час в теплое место. Прошел час. Открываем наше тесто. Его нужно обмять еще раз. Оно стало мягенькое очень. И поставить еще минут на 30 в теплое место. Прошло еще 30 минут. Выложили тесто на стол. Еще раз его обомнем немножко. Из него выходит воздух. Теперь нужно будет его раскатать в прямоугольник. При необходимости можно немножко подсыпать муки. У меня тесто не прилипает, поэтому нет такой необходимости. Раскатываем примерно до одного сантиметра толщиной. Вот такой прямоугольник получился. Тесто не прилипает, легко тянется. Теперь нам нужно свернуть рулетиком его. Не очень плотно, чтобы ему было куда расти. Защипываем понемножку. Теперь защипываем шов. Если он будет не очень ровный, ничего страшного, он в процессе расстойки разойдется. И выравняется. Вот так сформируем, чтобы ровненько получилось у нас. Теперь надо выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. И оставить еще минут на 20 для расстойки. Сразу сделаем надсечки ножом. Через 20 минут батон будет готов к выпечке. Батон у нас хорошо подошел, увеличился в размере. И перед тем, как ставить его в духовку, нужно смазать его взбитым яйцом. В таком виде отправляем батон в духовку, разогретую до 200 градусов Цельсия. Духовку нужно периодически сбрызгивать водой, чтобы образовался пар. Батон выпекался 30 минут. Сейчас мы его накроем, чтобы он отдохнул и остыл. И потом разрежем. Батон полностью остыл. Теперь его можно разрезать. Вот такой красивый батон получился. Запах невероятный. Пробуйте испечь. Это совсем не сложно. Я желаю вам приятного аппетита. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...